ну и так друзья всем привет значит находимся мы на ловле овсянки крошки и овсянка римес римес еще не долинял но я все-таки взял радиуманок который вы слышите играет взял я два приклята овсянки крошки в живом виде подсетники один час дальше туда отстал еще значит первая зерносмесь кутеечка на бамбуковой основе с мягким верх верхом но зерносмесь у нас просто канареечная муравьиное яйцо и мелкий мучной червь основная такая база то есть как она должна выглядеть примерно вот так вот так муравьиное яйцо обязательно черви также ну и зерносмесь как я говорю пока выставились с утра стал на красношей так как далеко было ехать думаю ну поставлю пока музыка пусть играет значит одна паутина тут 12 на три с половиной высота и от нее чуть дальше то есть вот там вроде палка там тоже еще на паутинка стоит всякий контрольный посадка у нас идет низкорослая береза в основном березняки и чуть-чуть перемешку елка и сосняк ну в основном береза так как ремес хорошо и крошка идут по березе естественно здесь как бы выгон такой а сзади меня болота снять как попалась первая крошка моя крошка овсянка закричала давать рельку пение вот она первая крошка вы в этом году залетел самец вот она пожалуйста вот уже есть все как надо я посмотрим как зовет работает старый прикрыт которому уже семь лет всю паутиную сеть высоты общего объема нет смысла снимать так как овсянки крошки любят в основном скидываться в сторону ближе к земле 1 2 3 карман как правило и проблем никаких нет я не собираюсь там показывать там все в общем объеме там как она залетает или там постоянно это все чушь хотя паутиной ловить это так баловство но все равно приятно места крошек надо подбирать низкорослой березы по большим березам она как ремес активно идет но не за всегда скидывается у крошек так бывает пожалуйста работает прикляд без вопросов и цыкает и поет и треливает осаживает это я понимаю прикляд а то бедова какая-то там зеленая попадется молодежь его оставляет до побойтесь бога такую птицу даже не то что его ловить не надо числа с 10 массовый пролет пойдет ремеза сентября точнее там можно будет ремеза массово половить это то место где раньше его ловил тут он морем его очень много попадается можно за день нахлопать сколько за пятилетку ближайший не нахлопаешь но я еще покажу вам места и в гуще леса тем более сейчас первую крошку ну прямо скажу вам не хуй ждать она там немного численно тем более большое скопление тумана что-то там влетела на обучат посмотреть вот так бывает так как там в туман в ямах застаивается до падения солнца так сказать полного когда он покрывает туман рассеивается а вот низкорослой более быстрее актуально два прикляда если вы берете ставьте их друг другу подальше чтобы они друг друга не видели естественно желательно подбирать прикляд который более актуально работает и хорошо манит и песней и коленами и трелькой обязательно крошку интересно ловить но я скажу так что на любую паутину можно ловить на любую эту птицу можно хлопать и сиди там чё-то это попалось даже можно посмотреть час еще что-то залетит там крутится кустиком славка садовая наверно влетела да садовая славка ладно вытянем потом достанем отпустим как всегда такую птицу ловить нет смысла вот и соседнюю паутину облетела верхом и все там сейчас я выпутаю камеру остановлю и покажу что там вот достали мы садовую славку вот она ждем дальше чего-нибудь и объясню немножко по поводу того места почему я делаю всегда так я ищу по времени где более актуально солнце позже доходит всех как поднимается солнце и начинает светить паутину и сеть любую будет видеть чего бы она там не было с какой-то лески у меня даже 0 0 6 но тем не менее будет блестеть сетка бликует это нормальное явление но я выбираю место так что поставить паутину либо фон создать вот такого плана либо где-то более на открытой местности выбираю место где солнце позже доходит в конечном итоге в теневой я ловлю позже перемещаюсь если это того требует ситуация но как правило это нет обычно наловишь и идешь домой так что ловите на здоровье любой паутиной не ищите паутину где сам карман больше самого кармана но основной между петель все это чушь и полная как сказать ну прямым словом хуйня почему есть такое вот я слышал неоднократно якобы птица упала в карман ее можно доставать она не путается нет птица должна головой туда простреливать так сказать в ячею тогда она путается крупная птица с таких мелких ячей выходит карман 200 250 дрозд любой вылетит хоть белобровик считается самый мелкий но если ячейка 20 или 23 25 любой певчий там остается какой бы карман не был там 200 и больше а если же запредельно большой карман то есть получается так что одна сторона паутиной сети работает под весом а противоположная сторона не работает то есть карман должен быть соответствовать ни тебе ни мне как говорится 200 плюс минус там и проблем никаких не будет хоть слева хоть справа птица попадается но вы когда-нибудь будете ловить более массово вы сразу поймете о чем я имею ввиду те кто знает об этом они просто вам не пишут комментарии вас просто не кроет не то что матом понты для приезжих но это глупо сильно заросшие места для овсянок не надо искать ищите вот примерно вот такого лысянки вот такой полу лысенькая чуть трава небольшая низкие березы это актуальная будет ловля не надо искать где там с метр с головой трава у там сайт паутинные сети и прямо на виду дальше от кустов это как правило неприемлемо ну а так легче вот поймать птицу без проблем и все и будет всегда результат как правило Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эта птица очень быстро запивает. Только как облиняла недельку, и она пошла в голос. Это вполне нормально. Естественно, такое можно ожидать не от каждой крошки, так как многие вроде смотрят, вроде живет птица, тяжело линяет, но это такое временами. Но тем не менее, когда правильно кормите своих птиц, все как надо, компоненты, рацион, питание, птица у вас будет петь. Если будете кормить, как попала ваша птица, просто не будет вас не радовать, в общем, вам не доверять. А просто ебланом быть безмозглым, все якорь бить себе в грудь, я модные все гандоны. Это смешно. У ремезов молодых брови под рыжим сверху налетом белыми не бывает, чисто белые. Это у старых самцов. А у молодых кремовые головы, ну, желто-кремовые такие. Так что никакой галстук, вот это все я там как-то слышал, галстук вот это вот широкий. Все это пиздеж и вранье, это глупость. Затылок ремеза старого, бурый, каштановый, и белая точка на затылке. У молодых она, как сказать, песочная такая, нечетко выраженная. У самок чуть по-другому. А, зарянка попалась. Сейчас выпутаем. Вот достал я зарянку. Вот это самец. У него выраженные боковые вот оранжевики такие, песочные. И надлобля широкая, и седина более контрастная, выходит вот как бы чуть ниже. Это самцы. Вот такие бывают. Вот. Самки по-иному выглядят. На самом деле различить их можно. Ну, надо тренироваться просто. А не то, как достал пеночку, пеночка попалась. Не каждая пеночка пеночки, вид разный. Будем ждать. Дам небольшой совет. Не только для начинающих любителей. И те, которые уже более 20 лет кричат, что они занимаются птицей, серьезно увлекаются. Ну, да ради бога. Но крошки, которые даже содержатся в неволе, и берешь на приклядь эту птицу, у них характерные позывки отличаются. Когда они начинают работать в паре, ихние позывки можно четко различать. Где какая крошка, и как она вообще зовет. Это вполне нормальное явление. Когда начнете уже различать, где какая крошка у вас, как зовет. Тем более на слух. Это хорошо приедается. А так как путают, вот ремес, ремес летит. Нет. Крошка и ремес вообще имеют разные полеты. И вообще в небе они по-разному себя ведут по полету. Те, кто хотят половить и посмотреть, как эта птица подходит, как ремес подходит, а как крошка подходит. Это пока первые крошки начали подходить. Можно с утра до 10 посидеть. Или после 10. Ну, скажем, примерно до 11. И уйти с одной. А можно вообще ничего не поймать. Ну, где как. Когда ее более валово будет идти. Да, можно много ловить. Но дело не в количестве, а прежде всего, естественно, в качестве. То, что, собственно, и ценится. Ловить можно завсегда много. Но выбрать то, что нужно. На это нужно время. Так как крошки действительно дикие птицы. Да, и ремеса. Ну, а проходит год-два, и эта птица вообще спокойненькая в клетки себя ведет. Ну, естественно, попадаются такие самцы, которые просто разбиваются. Но такую держать не стоит. Брать, отпускать. И новых перелавливать. Выдерживать, прослушивать. Одним цыканьем. Это не говорит о том, что эта крошка будет бомба. Она может цыкать, а петь хрен. То есть, птица с характером. Ее надо изучать. Еще могу дополнить одно. Крошки вполне способные птицы, которые возвращают даже небольшие группы обратно на точок, где ловишь птиц. Либо паутины, либо тайником. То есть, как это происходит. И птица начинает цыкать, цыкать, быстрее цыкает. И такая торопливая цыканье идет. И птица более актуально начинает обращать внимание, то есть, делает разворот. И в этот момент крошка свою песню дает. Таким методом она возвращает. К сожалению, это не часто происходит у каждой крошки. Но когда отловишь массовое, и для себя 5-6 самцов оставишь, вот именно с таким нужным делом, эта крошка, вот как у меня, будет всегда успешно звать. Бывает такое, ну вот просто забивает. А бывает такое, что вот раз как дала, все, возвратила, посадила их. Это более такая птица, которая, конечно же, к сожалению, не часто встречается. Но такую крошку можно найти, по-любому. А сколько раз выбираю, выбираю, ну вот попадаю на них, да. Будем ждать, уже время 8. Одна крошка пришла, но пока тишина. Кстати, ну и ремеза. Ну тут ремез чуть дальше там проход идет, я не стал туда ехать. Я вот именно знаю, где крошка первая попадается всегда, вот в этом месте. Ну а место здесь какое? То есть получается, здесь у нас как бы посадка идет, вырубка, лэп, линия электропередач. Высокий сосняк. А вот это все мелкий. Береза смешанная чуть со сосняком. Вот такая, небольшая. А дальше обратно видно, что идет высокая. То есть вот это место идеальное для скидки птицы. Тем более таких как крошек, да и вообще многих птиц. На этой дороге можно спокойно так паутины растягивать и ловить красношей. Так же самое не падает. Ну так, вот такого плана места. Ничего такого нет. Тяжелого или еще что-то как бы. Но будем ждать. Не будет, не будет, но ничего страшного. Одну поймали для почина, если что, и то хорошо. Главное результат. А не то, глядя там, какую-то хуйню выложат. Не глядя лайк. В какой, блядь, лайк? Я не пойму, о чем это. Ну каждому свое, вопросов-то нет. Обычно вот активный пролет начинается вот с конца августа. С сентября там по октябрь. То есть зимние виды птиц приходят. Сейчас вот отлет идет. Беремеза начнется точнее. Крошка проходом начнет. То есть красношейка и многие виды птиц. Но всему этому способствует, естественно же, туман. Туман, он дает птице, так сказать, влагу. То есть птица с помощью этого перемещается. Летит, естественно, каждая птица на своем определенном... Ну, на своей определенной высоте, так сказать. Крошек я ловил ночью. Я уже об этом неоднократно рассказывал. Это было, когда я ловил красношейк. Мне попадались 2-3 крошки постоянно. Хотя играла красношейка. На магнитофоне. Вот я говорил по поводу места, подбора места. Вот солнце вышло. Там еще дымка такая. А здесь, где я ловлю, солнце не пришло еще сюда, как таковой. И паутинные сети не блестят. То есть это более актуально. Но если сюда посмотреть, солнце уже здесь. Оно уже пришло почти. Но нам это не мешает. Это хороший вариант лова. Ничего не надо выдумывать. Чуть-чуть головой подумать, и все будет в порядке. Если бы мы там бы стали, где-то бы с краю. Но это было плохо. Ну а так, ну что, попадается пеночка, теньковка, весничка. Ну так, гори хвостки, зарянки. Ну это, все-все видели и все-все понимают. Зачем это показывать по 100 раз одно и то же. Но это тоже бессмысленно. Славок. Сейчас скоро Славка двинется. Чуть прохладно станет. Птицы тут побольше будут. Но тут пойдет хорошо. И крошка летит постоянно. Ее тут много будет проходом. И чуть дальше будет ремезь. Ну и естественно, не надо забывать о том, что надо искать место скидное. То есть здесь птица активно сходит. Конечно же, год на год не приходится. Потому что, я знаю, многих долбоебов. Да, меня и так слышат. Которые сидят, жопу греют на одном месте. Осенью, как таковое место можно там кое-как заготовить. Ну и даже вовля овсянки, ремеза, как таковое, быстро меняется. Кардинальное место с учетом паутиных сетей. Не надо приходить, вычищать, пилить, резать, ломать. Это все лишнее. Чуть-чуть подзамял траву, паутину на палочки, там на что-то втыкнул и все. А, обратно что-то попалось. Ну, насекомаятка. Сейчас вытяну и посмотрим, что там обратно. Ну, пеночка, наверное, скорее всего, мелкая. Ну, значит, что. Вот сегодня уже, на сегодня, точнее, ловля завершена наша. Я поймал худо-бедно, немножко крошек. Взял не одну, а поболее. Материал получился большой. И так же самое на вторую часть. Более интересная, более, так сказать, вкусная будет на второй части. Так же самое сегодня дополнил немножечко тематики, как говорится, со смыслом. И вообще, для нужных людей, для мозгов. Еще успею выложить. Я думаю, что попозже еще раз поеду. И более доскональный материальчик еще дособеру. Так как на две части 100% хватит. Хотя на три. Но, как говорится, всему свое время и не все сразу. Пускай будет такая умная затравочка. А так вам советую более-менее развиваться. Учиться все самому делать. Выбирать хорошие места. Вот, у меня уже солнце вышло. У меня 006-я паутина. И мне насрать, кто там, блядь, какими ловят. Там соли-бобы достают, потом их, блядь, продают там. Они золотые у них. Они неубиваемые. Они вечные. Все это говно, блядь, полнейшее. Больше я ничего не добавлю. Ну и встретимся уже во второй части с интересным сюжетом. Как поймал я остальных крошек. И так же самое сегодня я хочу сказать, что в этой части ремеза не было. Я знал, что его тут, в принципе, и не будет. Он идет ниже. Но мне интересно была крошка. Так как мне просили четыре штуки человеку поймать. Там четыре ремеза надо будет тоже еще поймать. Ну и там еще вопрос, как говорится, под этим делом. Вот. И четыре красношейки. Да успеем поймать. Я никогда не спешил. Я знаю хорошие места, где птица действительно проходит. А не сидеть, блядь, тупо на одном месте. И ждать, и думать, будет-то она, не будет. Не. Все это глупости. Ну и так что, простите мой за французский. Как говорится мат. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Надеюсь, скоро увидимся. Через недельку я второе видео скину. А может позже. Всем всего хорошего и пока. Спасибо за ваши дизлайки, уебки. Я вас и так знаю. И за лайки. Ну, я не прошу никогда подписки на канал. Мне это нахер не надо. Главное, с кем я и кто со мной. И с кем мне по пути. А это для меня более значимо. Субтитры сделал DimaTorzok